Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию предоставляется видеоурок по дисциплине устройства и проектирования локомотивов. Название сегодняшней лекции – привод вентиляторов охлаждающих устройств. Механические, гидродинамические, гидростатические и электрические. Вентиляторы В охлаждающем устройстве вентиляторы обеспечивают протекание через радиатор необходимого расхода охлаждающего воздуха. Как известно из основ теплопередачи и термодинамики, коэффициент теплопередачи воздушных радиаторов увеличивается с увеличением скорости воздушного потока. Оптимальная эффективность теплопередачи достигается при скорости воздуха через радиатор в его узком сечении примерно 10 метров в секунду. Тогда, например, для отвода тепла от радиатора тепловоза Т-10М, состоящего из 38 стандартных и 38 укороченных секций с общей площадью живого сечения, Для прохода воздуха в 8,1 квадратных метра необходим расход охлаждающего воздуха не менее 80 кубометров в секунду или 280 тысяч кубометров в час. Такой расход и должен иметь вентилятор охлаждающего устройства тепловоза. Выбор типа вентилятора для этой цели определяется особенностями условий работы. Большие расходы воздуха при относительно небольших потерях давления в 1-1,5 кПа. Поэтому в охлаждающих устройствах тепловозов применяются осевые вентиляторы, обладающие именно такими особенностями. Большой расход при малом давлении. Вентиляторные колеса имеют обычно 6-8 лопастей аэродинамического, то есть крыловидного профиля. Также еще применяются вентиляторы типа ЦАГИ серии У с прямыми лопастями. Такие вентиляторы используются на тепловозах ТЭМ-2, а также вентиляторы типа УК-2М с закрученными лопастями, имеющие переменный угол наклона лопасти, увеличивающийся от периферии к основанию. Тепловозы 2Т-10М, 2Т-116. То есть это такие лопасти в виде листа, которые увеличиваются к основанию. То есть ширина увеличивается к основанию. Так как теплопередача дизеля в воду и масло зависит от режима его работы по нагрузке и частоте вращения, то при изменении его режима, соответственно, должна меняться и теплорассеющая способность радиатора. Если при уменьшении нагрузки дизеля при работе на одной и той же позиции контроллера производительность вентилятора не изменится, то радиатор будет рассеивать в атмосферу тепла больше, чем его выделяет дизель. Это приведет к понижению температуры, а именно переохлаждению воды и масла и неблагоприятно отразиться на работе дизеля. То есть вода и масло у нас упадет в температуре. Такая картина будет иметь место в эксплуатации очень часто, так как система охлаждения дизеля должна быть рассчитана на отвод тепла в наиболее трудных условиях при полной мощности дизеля и температуре наружного воздуха в 40 градусов Цельсия. А вот если не управлять производительностью вентилятора, то рабочие жидкости будут почти всегда переохлаждены, так как расчетные режимы в эксплуатации бывают нечасто. Поэтому на тепловозе обязательно должна быть возможность регулировать температуру охлаждающихся жидкостей, а точнее поддерживать их в заданном диапазоне, независимо от нагрузки дизеля и температуры наружного воздуха. То есть зимой наружная температура у нас какая? В основном она минусовая или что-то в пределах нуля. А летом у нас температура достигает 40 градусов и выше. Для этого, чтобы такое колебание температур не влияло негативно, необходимо следить за температурами охлаждающих жидкостей. И в зависимости от того, выше или ниже требуемого диапазона, увеличивать или уменьшать расход охлаждающего воздуха через радиаторы. Осуществлять это можно различными путями. Наиболее простой путь – это прикрытие боковых и верхних жалюзи. То есть что делается? Жалюзи, когда у нас окружающая среда, то есть на улице, когда у нас холодно, жалюзи, что делается? То есть оно закрывается, а когда зимой, это происходит зимой, закрытие жалюзи. А летом, когда жарко, когда нужен нам теплообмен с большим количеством теплоты, то есть мы должны эту теплоту выпустить, нам необходимо полностью раскрыть жалюзи. То есть открытие, закрытие жалюзи – это один из способов прикрытия жалюзи играет роль задвижки, увеличивающие аэродинамическое сопротивление на пути потока воздуха через шахту холодильника и, соответственно, уменьшающие его расход. То есть при закрытых жалюзи у нас воздух выходит меньше, за счет этого охлаждение воздуха у нас не столь интенсивное. Этот способ простой, он часто применяется на тепловоздух, но он не выгоден, он неэффективен, так как мощность, которую потребляет вентилятор, она расходуется как одинаково, как при открытых, так и при закрытых жалюзи. Расходуется она бесполезно для преодоления дополнительных сопротивлений. Для тепловозов малой мощности, то есть маневровых, это не так существенно, потому что сами по себе затраты мощности на вентилятор холодильника у них невелик. Очень маленькая затрата мощности на вентилятор. 11 кВт у тепловоза TGM-3А, а также 37 кВт. У тепловоза TGM-2А, но совсем по-другому обстоит дело в мощных локомотивах, в мощных тепловозах. У них вентилятор и холодильник требуют для привода больших мощностей. Большие мощности они требуют, 100-150 кВт. И поэтому потери даже части этой мощности имеют значение. То есть, какая часть от 11 кВт, и какая часть от 150 кВт. Разница очень велика. Поэтому на мощных тепловозах необходимо непосредственно управлять подачей вентилятора. Либо путем изменения частоты вращения вентиляторного колеса, либо изменениям аэродинамических характеристик самого вентилятора. То есть, или аэродинамически претерпывает изменения наш вентилятор, или частота вращения вентилятора должна контролироваться. Возможность регулирования частоты вращения вентилятора при неизменной частоте вращения коленчества вала дизеля. То есть, коленчество вала дизеля вращается со своей определенной частотой, а вот уже вращение вала вентилятора у нас регулируется, регулируется, регулируется она чем? Приводом, который зависит от конструкции привода вентилятора. В зависимости от типа привода, скорость вращения вентилятора может изменяться либо ступенчато, либо непрерывно. А вот изменение аэродинамических характеристик вентилятора в опытных конструкциях осуществлено путем изменения угла наклона лопасти. То есть, лопасть сама по себе начинает, ну, то есть лопасть имеет какой-то угол наклона. В зависимости от угла наклона определенная подача воздуха. Больший угол – большая подача, меньший угол – меньшая подача. Все действия по регулированию температуры воды и масла могут выполняться либо вручную машинистам, либо автоматически. Привод вентилятора охлаждающего устройства, как и прочих вспомогательных механизмах, на тепловозах может осуществляться тремя основными способами. Первый. Прямым механическим приводом от коленчатого вала дизеля через зубчатые передачи и карданные валы. То есть, коленчатый вал дизеля, зубчатая передача, от зубчатой передачи, что у нас идет в вал вентилятора. Второе – гидравлическими, гидродинамическими или гидростатическими способами. А третье – электрическими, при помощи переменной или постоянного тока. В отечественном тепловозостроении наибольшее распространение получили механический и гидродинамический привод. Например, в процессе работы гидромуфты на тепловозе 2Т10М при почти полном отсутствии жидкости в круге циркуляции и частоте вращения колеса насоса с частотой 1160-2465 оборотов в минуту колесо турбины провертывается с частотой 200-400 оборотов в минуту, обусловленной наличием воздуха и небольшого количества масла в круге циркуляции. Это вызывает переохлаждение воды и масла и приводит к бесполезному расходу мощности гидроприводей до 14 лошадиных сил. То есть 14 лошадиных сил у нас пропадает. Бесполезный расход. Устранить полностью отмеченный недостаток и осуществить полную остановку вентиляторного колеса не представляется возможным. Однако включением в систему питания запорного клапана, как это сделано сейчас на тепловозах 2Т10М, можно снизить бесполезный расход мощности в среднем на 40-50%, что очень и очень весомо. Таким образом, несмотря на многие, безусловно, положительные качества, САРТ-ЦНИ, установленный на тепловозах 2Т10М, то есть САРТ-ЦНИ – это вентиляторная установка, необходима специальная настройка многочисленных ее элементов для исключения перерегулирования и автоколебаний при определенных температурах наружного воздуха, которые в основном отрицательны. Применение гидромуфты на тепловозе 2Т10М повысило экономичность привода вентиляторов и автоматизировало процесс управления, однако не устранило недостатки в компоновке холодильников. Проходы в шахтах холодильника, как и на тепловозах Т3, остались заняты валопроводами и редукторами, мешающими бригаде свободно двигаться. Хорошо скомпонован привод-вентилятор холодильника с гидродинамической муфтой на тепловозах с гидравлической тяговой передачей. Детекции холодильника размещены над коробкой гидравлической передачи, как это выполнено на тепловозе ТГ-102 и в французском тепловозе BB69-00 мощностью 4200-4800 л.с. с двумя силовыми установками блок холодильника с двумя вентиляторами, как это показано на рисунке 1. Конструкция компактна, не загромождает проходов и не усложняет обслуживание. Гидромуфта выполнена за одно целое с колесом вентилятора. Термоэлемент регулятора помещен в поток охлаждаемой воды. При расширении чувствительного вещества термоэлемента перемещается клапан, открывающий доступ сжатому воздуху к управляющему золотнику клапану, переставляющему гильзы черпачковых трубок. Система регулирования поддерживаемых регулируемую температуру воды с погрешностью плюс-минус 3 градусов Цельсия. На этом рисунке мы можем посмотреть компоновку вентилятора с гидромуфтами на тепловозе ВВ-69-300 мощностью 4200-4800 л.с. Цифра 1 Отмечена гидравлическая передача Гидравлическая передача тепловоза Цифра 2 Цифра 2 это у нас карданный вал Карданный вал, который соединяет гидравлическую передачу и вентилятор Непосредственно вентилятор Цифра 3 Вентиляторы Карданный вал Гидравлическая передача Которая связана с коленчатым валом Дизеля Вот так выглядит компоновка вентиляторов на тепловозе ВВ-69-300 Уважаемые студенты Спасибо за внимание Наша видео лекция на сегодня закончена До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok